Подсадили мир на пальмовое масло Индонезия и Малайзия. В России его потребление примерно 5,5 килограммов на человека в год, примерно столько же в Великобритании. В Швеции 12 килограммов, в Дании 15, а вот житель Бельгии съедает до 30 килограммов ежегодно. В России больше всего треть масла идет в кондитерские изделия, затем хлеб, фастфуд, чипсы, молокосодержащие продукты, маргарины и спреды. И производитель часто скрывает, что вместо натуральных жиров в составе растительный суррогат. С опытным образцом сыра отправляемся в лабораторию. Нам необходимо подготовить наши пробы, соответственно, по ГОСТам у нас это 30 грамм сыра. Мы его нарезаем и измельчаем для экстракции. Чтобы отделить жиры, в пробирку сыром добавляем тетрагидрофуран, помещаем в центрифугу. Затем очистка щелочной гидролиз. Необходимая нам фаза, вот она, то есть это слой гексана с нашими стеринами. То есть с маслом? Да. Чтобы выявить растительное масло, несем пробы в газовый хроматограф. У нас появился пик холестерина и всех фитостеринов. То есть наша проба положительная и сыр оказался фальсификатом. Для фальсификации чаще всего добавляют пальмовое масло для удешевления. Могут и добавлять кокосовое масло, но оно на порядок дороже и, конечно же, не такое вредное, как пальмовое масло.